Привет, Криптонэм! С вами Павел, Александр, и в первую очередь я всех поздравляю с новым историческим событием. Биткоин пробил сегодня 66 тысяч долларов. Смотрите, какой скрин я умудрился даже сделать. Это просто что-то с чем-то. Привет всем хейтерам, привет всем ждунам, привет всем просто, я не знаю, будет завтра и криптозима, и все остальное, и эфир 2.0 в мае этого года. Все, кому не лень, кричали в один голос, что все, все, хана, уходим на криптозиму, больше ничего не будет, мы с вами и так очень долго хорошо зарабатывали. Биткоин был 64 900. Пробил, я говорил пробьет, и жду 75, как я вам и говорил, 75 по битку и 5 по эфиру. Поэтому, во-первых, я забыл, кстати, уже три ролика прошло, но я забыл вам представить. И Александр, собственно, не просто человек, который у нас появился, это мой помощник, второй ведущий данного канала. И благодаря ему мы сможем расширить наш контент, потому что он так же, как и наш Саня, тоже он Саня и тоже инженер, и он тоже может собирать, настраивать риги. Поэтому все будет у нас теперь на порядок лучше и качественнее. Ну, вы могли заметить уже сами. И в этом ролике, Саня, о чем ты расскажешь? Наш ролик будет приурочен к знаменательному событию. Мы расскажем про папку, про дедушку битка, как он, про его вайт-лист, откуда он взялся, для чего он вообще нужен и какие у него перспективы. Короче, что такое биткоин? Поехали! Ну что, криптоны, сегодня я вам расскажу про историю дедушки битка, как он появился, откуда он появился, с чего все началось. И я не буду вдаваться в глубокие подробности, потому что лучше, чем я, вы об этом узнаете от Дениса Смирнова в нашем образовательном курсе «Майнинг для чайников». И начнем мы, наверное, с самой идеи. Криптография, шифрование. Сама идея, это, конечно, не нова. Еще в далекой древности людям было интересно зашифровывать свои данные, как-то безопасно передавать конфиденциальные данные. И, наверное, суть, глубокая суть криптомира и криптовалют, конечно, в этом, в децентрализации и в конфиденциальности. Многие думают, что биткоин появился в 2008 году. Вообще, действительно, это так и есть. Сама идея криптографии и шифрования была математически описана еще в далеком 1975 году. Но тогда это была только математическая модель и до практической реализации было еще сильно далеко. И один из самых значимых моментов — это 1997 год создания системы хэш-кэш. Это позволило защищать письма от спама и в дальнейшем легло в основу системы Proof of Work. И в последующем это легло в основу сети биткоина. Ну а официальные даты день рождения дедушки биткоина принято считать 31 октября 2008 года. В этот день участники рассылки криптографов Man's Down получили письмо от некого Сатоши Накамото. Письмо содержало ссылку на вейтпепер. Ну и следующая знаменательная дата — это 8 января 2009 года. В этот день был запуск первого программного обеспечения сети биткоина. Немного с вами поговорили про историю. Надеюсь, я смог немножко пролить свет на то, что такое биткоин и как он вообще появился в нашем мире. Хочу вам еще рассказать о его практическом применении, где он применяется, как используется, как на нем зарабатывают и кто кому, конечно, платит деньги. Наверное, самый частый вопрос в сети — откуда берутся деньги в биткоине, в блокчейне, и как майнеры зарабатывают, и ведь кто-то должен на этом терять. Скажу еще немножко про блокчейн. Блокчейн — это цепочка связей. Наверное, так было бы правильнее сказать. Цепочка связей, блоков информации. В каждом блоке записана информация о каждой транзакции, о всем том, что происходило с кошельком. Вся история записана в одном блоке. И при криптографии, при шифровке этого блока нам нужен уникальный ключ, который, собственно, тоже включен в этот блок. И вот сам майнинг — это и есть процесс поиска этого ключа. И, по сути, все майнеры, они как бы соревнуются между собой по поиску этого ключа. И когда какой-то майнер находит ключ, у него получается открытый блок, и он может его заполнить любой информацией. И выгодная информация как раз — это информация о комиссиях. Я говорю, конечно, не детально, это очень обобщенно и упрощенно для понимания. Та комиссия, которую пользователь биткоин-кошелька выбирает себе за транзакцию, могут ее повышать, либо оставляют такой, какая она есть, по умолчанию. Эта комиссия платится майнеру за то, что он пропустил эту транзакцию через свое оборудование, через свой майнер или через свою ферму. И он проверил достоверность этого блока. Вот, собственно, и заработок. Вполне осязаемые деньги за вполне конкретную работу, которую выполняет конкретное оборудование. А теперь давайте поговорим, почему батенька Биток не помрет и останется с нами существенно надолго. Ну, во-первых, потому что это первая криптовалюта. И сама идея вот именно биткоина в его самом начале — это платежное средство. Первая децентрализованная валюта. И если мы вспомним, что первая транзакция, которая была произведена... Ну, не первая, а, конечно, одна из первых транзакций — это покупка пиццы. То есть за Биток купили пиццу, и, по-моему, это было 10 тысяч биткоинов отдали. Еще немаловажно, что хочется сказать, Биток все-таки конечен. Его ограниченное количество. И больше, чем 21 миллион битков быть не может. Но по данным, которые существуют на сегодняшний день, все те мощности, которые сейчас задействованы в добыче битка, смогут добыть последний Биток лишь только в 2147 или 25 году. Ну, что-то очень-очень в далеком обозримом будущем. Давайте еще вспомним, как наш батюшка Биток рос и развивался на протяжении этих уже 12 лет с момента появления. Ну, и таким периодом, особым, наверное, можно отметить, это период до 2013 года, когда Биток был игрушкой. Им оплачивали казино, различные какие-то покупки в сомнительных магазинах. И, в принципе, никакого серьезного потенциала в нем еще тогда не было видно. И энтузиасты его майнили на процессорах, на компьютерах. На, причем, таком весьма примитивном оборудовании. Интересное развитие Биток получил уже после 2012-2013 года. В Америке в этот период активно начинает развиваться индустрия, вот, крипто-сообщества, крипто-направлений, крипто-бизнеса. Начали открываться криптообменники. Первая настоящая волна, именно вот крипто-волна, когда рост Битка, по-моему, сотен долларов вырос до 1300 долларов, это было как раз 2013 год. И вот тогда, конечно, все это крипто-сообщество сильно, все были сильно удивлены. Давайте, да, честно скажем. Это никто не ожидал такого роста, никто не знал, что так вообще возможно. Но, к сожалению, слишком много говна крутилось вокруг Биткоина. И ходят различные истории, для чего там еще используется криптовалюта. И на тот период времени, наверное, стоит сказать, что еще мир, финансовые системы были не готовы к таким видам активов. Следующим знаменательным отрывком времени, наверное, стоит выделить 2017 год. Это период, когда Биток резко набирает обороты. Насколько я помню, к тому моменту это опять были какие-то сотни долларов. Потому что с 2013 года по 2017 год особо тоже про Биток не было ничего слышно. Первая волна прошла, мы ушли в затяжную, так сказать, коррекцию зиму. И вообще казалось, что этот актив умер. Это какой-то был всплеск в 2013 году, и стоит про него забыть. Но в 2017 году вновь он о себе напомнил. Напомнил лихо, напомнил жестко, грубо, ворвался в рынок. И в 2018 год, вот этот рост 2017 по 2018 год мы увидели колоссальный рост. 20 тысяч долларов, зафиксированный рекорд максимум Биткоина. Но что произошло еще, кроме того, что Биток вырос до 20 тысяч долларов? Давайте с вами будем честны. Все-таки многие из вас, я уверен, о Битке услышали. Вообще о криптоиндустрии узнали не ранее, чем в 2017-2018 год. И вслед за таким бурным ростом произошло такое же бурное и стремительное падение. А почему? Потому что в крипте было не так много энтузиастов. Не так много вообще само по себе криптосообщество включало в себя участников. И тогда участники делились на два лагеря, так можно сказать. Это криптоэнтузиасты и крупные киты. Причем, что их было не так много. Рынок был не такой большой. И с учетом того, что капитализация всех криптовалют вместе взятых не превышала 700 миллиардов, можно сделать вывод, что, конечно, победили в этой борьбе не криптоэнтузиасты. И произошло то, что крупные киты вывели свои активы на самых хаях. А криптоэнтузиасты, они не понимали, что происходит, не успевали среагировать вслед за рынком. И тоже начинали сливать свои накопления, в результате чего обрушили рынок. Но даже несмотря на то, что весь рынок схлопнулся, мы ушли на затяжную криптозиму. Вспомним то, что минимальный курс битка в криптозиму в самые суровые времена не упал ниже 3000 долларов. И следующее знаменательное событие, это, можно сказать, наши дни. Это 2020 год, конец 2020 года и весь 2021 год до сегодняшнего дня. Мы прямо смотрим на историческое событие. Биток пробивает 66 тысяч долларов, уже сегодня это произошло. И на наших глазах строится новая финансовая экономическая система. Да, наверное, еще 5-10 лет все это будет устаканиваться, все будет стабилизироваться. И все-таки я надеюсь, что это станет нашим общим совместным будущим. Расскажу лично про себя, почему я в битке, почему я инвестирую в биткоин, почему я инвестирую в свою криптовалюту, почему я этим занимаюсь. Ну, во-первых, я верю в то, что это действительно станет нашим будущим. Я верю в то, что все-таки криптовалюта станет полноценным платежным финансовым инструментом. И мы будем свободно ею пользоваться наравне с деньгами без каких-то ограничений или дискомфортов. И я думаю, что все-таки крипта в некотором смысле это финансовый вавилон. Ну и сегодня у нас знаменательное событие. 66 тысяч долларов по биткоину. И я думаю, это связано все-таки с ETF. Вы знаете, да, что 19 октября этого года, буквально позавчера, биток приняли на ETF. Мы шли к этому три года. И я посмотрел сегодня свечку, которая... Как торги закрылись. Это просто фантастика. Закрылась одной большой жирной зеленой свечой. И я думаю, это сыграло немалую роль в сегодняшнем курсе, в сегодняшнем пробитии исторического хая. О, Саня, ты закончил? Криптоны. Ну, пока Саня говорил про ролик, у нас в итоге получилось так, что биткоин пробил практически 67 тысяч долларов. Вы не представляете. 66 900 с копеечкой. Саня очень старался для вас снять этот ролик. Готовился. Правда, готовился. Снимали очень долго. Не судите его строго. Он не так много снимается на камеру. Точнее, вот четвертый ролик, да, Саня, у тебя получается на нашем канале. Поэтому поддержите его лайком. Он за старание как минимум. Основное и самое интересное вы увидите на нашем ролике из нашего платного курса в субботу. Подпишитесь на наш ютуб канал, чтобы не пропустить это событие. И прожмите колокольчик, так же, чтобы ютуб вас об этом уведомил. С вами был Павел. Александр. До новых встреч.